Дело в том, что когда проповедуется слово, истинное, конечно, естественно, слово, и человек противится просто этому, то о каком тут, о каком, может быть, идти речь, о каком спасении? Он противится этому. Естественно, он и крещение не принимает тогда. Вот в чём дело. Виноваты будут только кто? Те, кто слышали и не приняли. Но те, кто не слышал, так и сказано, проповедно, кто услышит. Вот если они не слышали, то к ним это не относится. Но здесь есть ещё другой смысл, я вам скажу. Более, я бы сказал, даже ещё более серьёзный смысл содержится здесь. А кто проповедует это слово? Вот ведь что-то делало. Вот я только что недавно приводил вот, вот, епископская конференция со всего мира, епископы, англиканские, ламбецкие. И, пожалуйста, вам резолюция. То женское священство, то любовь во Христе гомосексуалистов, и ещё бог знает чего только там. Пожалуйста, проповедуют. Так что, это их, да? О них разве речь должна быть? Так вот, здесь это надо иметь в виду, да, что здесь нужно будет, кто веру имеет и крестится, да, кто верою и спасен, а кто не имеет веры, им, может быть, или не проповедовали, а не исключают. Второе. Такое проповедовали, что избави Бог, нет ж, извините. Вот, неверующий человек, не знает христианства. Вдруг тут проповедь гомосексуалиста во Христе. Ну, знаете что, извините, уйдите вы с своей верой куда подальше. Вот в чём дело. И это что, он грех совершил? Наверное. Да нет, наверное, молодец. А что, действительно, послал их подальше. Вот так. Так. Так.